Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Алганин Антон. Я разработчик Bittrex по направлению Bittrex24. Сегодня презентую вам техническую сторону новинки Bittrex24, то, что презентовал уже Сергей Рыжиков, то, как это устроено изнутри, как мы к этому шли, что мы сделали и что нам предстоит сделать. Когда летом перед нами встала задача создания нового продукта, мы попытались ответить на вопрос и вывести какие-то тезисы, касаемо то, какие задачи нам надо решить. Прежде всего, продукт должен получиться простой, внешне понятной домохозяйкой, потому что большинство пользователей интернета – это как раз такой собирательный образ домохозяйка, который дальше соцсетей, по сути, на соцсетях их знакомство с интернетом заканчивается. Но вместе с тем большинство этой аудитории постоянно желает о себе заявлять, о своих услугах, о своих товарах или просто какое-то мини-портфолио. То есть у них появляется потребность создания каких-то пабликов, посадочных страниц и прочее. То есть продукт должен быть понятен. Продукт должен быть простым не только внешне, простым для удобства, но и простой для вхождения в него разработчиков. То есть мы не должны были придумать что-то мега новое и непонятное, и над этим приходилось бы еще ломать голову. Хотелось бы исключить прослойку в виде разработчика. Эта тезис звучит пугающе, но по докладу вы дальше поймете, что я имел в виду. Не все так страшно. То есть была какая задача, чтобы когда есть дизайн, когда есть уже верстка, чтобы не было еще мучительно длительного разработки дизайна, чтобы это, грубо говоря, сразу же большинство клиентов могли сразу наполнять, использовать и расширять свой бизнес. Ну и понятно, легкость и быстрота итогового результата. То есть чтобы это все быстро отдавалось, быстро получалось, было адаптивным. Хотя про адаптивность это уже маветон, это уже должно присутствовать обязательно в любом продукте. Вот вооружившись этими тезисами, мы начали думать. Собственно, что такое лендинг, что такое посадочная страница, что такое сайт. Сайт, в первичном своем понимании, это хомпейдж, html-страничка из 90-х, где по сути какая-то текстовая информация, какая-то графическая информация. И если не рассматривать динамику, по сути это все, что есть. То есть вот это вот готовая верстка, купленный шаблон. По идее это уже готовый сайт. Его можно залить на хостинг и заменить информацию, и он будет уже выполнять свою задачу. Можно вставить виджет, веб-форму. То есть все это будет работать, все это будет уже приносить конкретный доход или выполнять свою цель. Собственно, когда эта идея у нас сформировалась, мы так и решили. Ну пусть html-файл действительно берут и редактируют. Загружают на хостинг. Собственно, в этом вся идея сервиса. Но, конечно, это все было довольно глобальной идеей. Мы решили прорабатывать ее более детально. То есть редактировать, конечно, давать не весь файл, а конкретные зоны. То есть зоны, которые несут информацию. Текстовая информация, графическая информация. Все это пользователь должен уметь сохранять. Желательно инлайново. То есть поменял картинку. Вы видели на презентации Сергея. Она поменялась. Поменял текст, но он поменялся. Было много подходов. Не то чтобы прям много, но несколько точно. По разным причинам. Мы шли то по одному пути, то по другому. Из-за безопасности, из-за легкости внедрения. Но все пути отсеялись. Остался только один, единственный верный, который, как мы потом это поняли. Фишка заключалась в простом атрибуте. Простом до самого Е6. Даже который умеет с ним работать. Это простой атрибут content-editable true. Если им наградить какой-то тег в HTML-странице, то он магическим образом нативно внутри самого браузера получает возможность инлайнового редактирования, изменения базового отображения, то есть подчеркивания, наклон, зачеркивания, цвета, ссылки. То есть практически все то, с чем привыкли работать пользователи в каких-то офисных документах. Мы взяли это за основу. То есть давайте на этом остановимся. То есть пользователь зашел, изменил что-то на странице, это улетело на сервер, там сохранилось. Отлично, идея понятна. Но давайте вернемся к лендингам. То есть еще раз взглянем на них. Что это вообще такое, как с этим работать, как это хранить в принципе, как к этому подойти. Мы взяли лендинг, обычный шаблон, и нарезали его на так называемые блоки. То есть лендинг в своем первичном понимании, long read, это куски HTML-блоков, поставленных друг на друга. Мы взяли лендинг, разрезали его и посмотрели на эту кучку файлов. Что с этим делать, как это все хранить. Какие были идеи. Первая идея, это, конечно, засунуть все это в компоненты. Как битрексоиды. Как битрексоиды мы решили пойти сначала по этому пути. Ну просто задать себе вопрос, будет ли это правильно. Но прежде чем отвечать на этот вопрос, мы уже тогда понимали, что блоков будет очень большое множество. То есть даже на данный момент еще только старт проекта. И вот на те сайты, которые мы презентуем в первой версии, уже там добрых пару-тройку сотен блоков будет. Сейчас вы позже поймете, почему их так много. То есть непонятно было, где их хранить. В одном компоненте в виде шаблонов. Это десятки, сотни шаблонов. Или в виде компонентов с одним-двумя шаблонами. Это сотни уже компонентов. То есть мы получаем мусорные сущности, которые в 99% не будут использоваться. То есть каждый блок в разрезе одного сайта может быть использован от силы пару раз. Но чаще всего просто потом будут использовать другие блоки. Поэтому мы поняли, что сущность компонента нам в принципе не подходит. Но еще по одной причине. Потому что там присутствует прослойка в виде исполняемой логики. То есть сначала происходит какое-то действие, потом выплевывается шаблон. В нашем случае никакого действия нет. То есть у нас была именно цель работать с HTML. То есть выплюнуть вот этот кусок блок сразу же. Так родилась идея родственных сущностей компонентам блоки. Архитектурно они очень похожи. То есть это те же самые компоненты, где мы выкинули класс PHP, компонент PHP. Они лежат в отдельной директории. У них нет исполняемого кода. То есть вот этот блок, что вы... То есть вы берете файл, файл верстки от дизайнера, нарезаете его на блоки, отверстилищика нарезаете его на блоки, эти блоки вставляете вот в эти блоки, что логично. И все. Сущности готовы. То есть никакого дополнительного кода не требуется. Это уже будет работать, это уже будет подцепляться лендингами, выводиться на редактирование и прочее, и прочее. Ну и по стандартам тех же компонент прилагается еще файл описания. Позже мы к нему сейчас подойдем. И стили скрипты по желанию, если там блок обладает какой-то JavaScript логикой или дополнительными стилями. Так появилась следующая сущность, которая лежит по пути Bitrix Blocks. Внутри находится аналогичный компонентам namespace. Внутри namespace уже конкретные сущности конкретных блоков. То есть один блок – это поддиректория, в которой лежит собственно сам блок PHP. Это вот то, что вы видите на скриншоте. Это все, что есть в этом файле. Ну понятно, это блок небольшой. В нем содержится просто верстка. Никакого исполняемого кода. Это была основная цель. Сопутствующая ему идет карта. Карта описания. Сейчас мы подробно на ней остановимся. Все, по сути, в одной директории, кроме вот этих вот файлов, ничего больше нет. Ну, кроме еще скрипта и стилей, если они требуются. Прежде чем продолжить техническое погружение, ответим на вопрос, почему блоков такое бесчисленное множество. Дело в том, что нам не хотелось, точнее не то, что не хотелось, мы понимали, что пользователь не будет ставить целью додумать какой-то визуальный элемент. То есть если он видит, что у цитаты есть текст цитаты, автор цитаты и аватарка автора, то он будет предполагать просто подсознательно, что это в таком виде всегда будет выглядеть. Если мы в каталоге выведем 2-3 блока, то, скорее всего, этого не устроит. То есть он предпочтет другие сервисы, где в разделе цитаты будет масса других вариантов. Он будет просто понимать, да, сервис круче, сервис имеет больше элементов. Это уже он потом позже поймет, что зайдя в конкретный элемент, он может там что-то убрать, что-то перекрасить, что-то передвинуть. Но изначально маркетинговой была идея как раз показать многообразие этих вариантов. Как раз вот это для массовой аудитории, на которую нацелен данный продукт. Поэтому, собственно, мы понимали, что идем уже по правильному пути, что блоков будет бесчисленное множество. Мы не стремимся за их какой-то лимитом, не предполагаем, что они будут какими-то уникальными, то есть они названы абсолютно там техническими такими именами, именно адреса файлов. То есть нет какой-то цели, что мол, вот такой-то блок с таким-то названием, это просто бесконечный поток. Мы взяли это задолжено и начали с этим работать. Собственно, хорошо, разместили мы это все в директории, все это хранится, все это выводится в интерфейсе, блоки можно добавлять. Но как с ними работать-то? Изменили мы, кинули элемент на блок, кинули блок на лендинг, изменили какой-то контент, где, собственно, хранится то, что изменилось под конкретный лендинг. Мы решили, что в момент, когда происходит вот эта операция помещения блока на лендинг, будет происходить копирование в базу данных содержимого блока. То есть конкретная сущность, в конкретной таблице, привязанной к конкретному лендингу, будет являться копия этого блока. И именно ее он уже будет, пользователь уже будет редактировать. Но при построении интерфейсов редактирования система будет опираться на карту, собственно, на файл description.php. Также будут там же лежать на диске, продолжать на диске лежать скрипт и style.css, аналогично компонентам, которые будут уже подрубаться именно с папки блока. Давайте остановимся подробнее на карте. Что такое карта? Карта состоит из нескольких секций. Это, собственно, секция блок, где содержится название блока и массив категории, к которому она относится. Далее идет секция карточки. Что такое карточки? Я тут на них в слайдах не буду останавливаться, но в паре слов скажу. Представим себе три колонки под названием «Наши преимущества». В понимании HTML, ну не в понимании HTML даже, в нашем абстрактном понимании вот этой новой сущности мы предположили, что одна колонка в данном блоке будет называться карточкой. То есть по данному селектору система должна видеть карточку. Если пользователь в режиме редактирования захочет добавить плюс одну колонку или убрать какую-то колонку, этот элемент в соответствующем блоке будет клонироваться. То есть мы изначально не вводим никакие параметры, никакие PHP дополнительные файлы, которые будут отвечать за количество колонок. Мы именно просто при увеличении количества колонок добавляем в HTML файле клон существующей колонки. При удалении колонки просто удаляем HTML сущность. Так, как это происходило бы, например, в HTML на клиенте при удалении ноды в дом-инспекторе. Все в чистом виде точно так же. Также вы можете обратить внимание, что в каждой секции ключом является селектор. То есть обычный CSS-селектор, который поддерживает каскадность не только классы, но и теги. Поддерживает также майдишники, но по понятным причинам тут лучше оперировать только классами. Причем вам не стоит заботиться о какой-то уникализации CSS-имен. То есть вы не должны заботиться о том, что этот класс в каком-то блоке уже может использоваться. В режиме редактирования, когда система раскидывает интерфейс редактирования между нодами, она оперирует в рамках текущего блока. То есть даже если будет два разных блока с одинаковыми картами, вы будете редактировать конкретный блок, конкретную ноду. Система об этом сама позаботится. То есть вы всегда находитесь в рамках одного блока. Секция карточки понятна. Дальше идет секция нодс, которая перечисляет все текстовые и графические элементы, которые находятся в блоке, которые можно редактировать. То есть инлайновая это будет текст, картинка и ссылка. На стилях мы сейчас подробнее остановимся еще. Какие есть типы нод? Типы нод могут быть текст. Это собственно инлайн слева внизу. Самый такой востребованный тип. То есть пользователь ожидает, что если в режиме редактирования на что-то кликает, он может тут же его поменять. Мы ему даем такую возможность. Это ссылка. Ссылка это когда элемент несколько обособленный. Например, кнопка, по клику на которую должен открыться новое окно или поп-ап видео или еще что-то. Мы все это даем возможность, мы все это поддерживаем. Картинка. То есть не просто даже тег имиджа, а прозрачный. То есть если вы, например, указали в карте, что данный дифф является картинкой, то при клике на него будет происходить установка бэкграунда. То есть с той картинкой, которую пользователь выберет. И еще один секретный тип. Компонент. Об этом я сейчас не буду говорить, но позже упомяну в презентации. Соответственно, при инициализации в режиме редактирования каждая нода получает набор каких-то своих свойств, методов. То есть, например, если вы кликните на текст, он станет редактируемым. Если кликните на картинку, выскочит поп-ап замены картинки. Если кликните на кнопку, выскочит интерфейс замены ссылки. Причем система умеет уже не только вставлять внешние ссылки, но, например, выбрать соседний лендинг в данном сайте. То есть, что это значит? Вы можете, конечно, скопировать его ссылку, вставить сюда, но завтра его адрес изменится, там домин какой-то переедет или промо-адрес изменится, то в текущем лендинге ничего не изменится, потому что тут вы пропишете ссылку намертво. В случае динамической связки система все это додумает за вас. То есть, если там меняется адрес, в итоге вам html, естественно, система не будет подставлять никакие там go to id-шник какой-то, а именно будет настоящий адрес, уже актуальный, соседнего лендинга. Собственно, как происходит работа дальше? Понятно, что как это все устроено на клиенте. Грубо говоря, мы натравливаем на конкретные селекторы конкретное действие. Например, при клике происходит редактирование текста, потом идет отправка на сервер. Но это еще не все. Сервер также сравнивается с этой картой. То есть, он смотрит, что прилетел такой-то класс на редактирование и у него новое содержимое. Он смотрит, что у этого селектора в карте такой-то тип содержится, в данном случае это текст. Значит, его нужно обработать соответствующим образом. То есть, пропустить через санитайзер, удалить лишние теги, что там не содержится какого-то вредоносного кода и запульнуть его в соответствующий тег уже внутри этой копии вот этого блока. То есть, это все сохранится в базе данных. Именно для конкретного тега ничего по соседству затронуто не будет. В том числе, никак не изменится данный тег в плане его классов, стилей и прочего. Это все, что касается контента. Но еще мы умеем изменять контент визуально. То есть, например, изменить цвет шрифта, фон блока, тень блока. Это все будет постоянно расширяться, массив возможных изменений. Но на данный момент картина выглядит следующим образом. Мы ввели пока две абстрактные группы. Это типографика и пусть называется бокс. Ну, предполагается, что это какой-то блочный контент. То есть, как мы разделили абстрактно на два типа. Типографика – это чаще всего, что я делаю с текстом? Меняю цвет, шрифт, начертание, тень у текста может быть, цвет. Потом, что делаю чаще всего с блочным контентом – это, собственно, бэкграунд, какой-то тень, тень какая-то, потом опасити, отступы и так далее. То есть, мы тут отталкивались, опять же, кейсово. Мы понимали, что технически никто не запрещает, например, о H1, который является, собственно, контентным типом, заменить бэкграунд. То есть, можно как-то извратиться, все это сделать, но кейсово пользователь никогда не будет этого делать. То есть, он не будет ставить бэкграунд в заголовку. То есть, он может заменить фон у текста, но не будет менять фон картинкой у заголовка. Поэтому мы, например, явно запретили, что для типографики нельзя менять фон. Это просто бессмысленно. И затем в картах уже блоков мы указываем, что конкретный селектор является типографикой, или конкретный селектор является блочным контентом. Если вы, например, все-таки стоите на своем, вы можете для конкретного селектора указать, что, мол, я хочу там менять еще и фон, например. Это дополнительно указывается массивом через запятую. Все мы это прописали, все это работает, но меняется, хочу обратить внимание, что меняется не просто стайл. То есть, если, например, поменяли выравнивание, мы не будем писать стайл, там что-то там. Нет, мы будем менять именно согласно вот той карте, которая у нас хранится отдельно, то есть карта соответствия вот этих вот групп и CSS-селекторов, мы будем менять именно классы. То есть, если, например, в интерфейсе нажали выравнивать текст слева, у него идет соответствие, что за левое выравнивание отвечает класс текст left. Если поменяли на кнопку текст справа, у него идет соответствие, что мы хотим вставить класс текст right. То есть, при изменении в интерфейсе на сервер улетают конкретные классы, какие надо удалить, какие надо добавить. Так вот работает система. Что еще хочу сказать. Мы намеренно остановились именно на классах. То есть, вполне логично, что классами нельзя перечислить, например, все opacity. То есть, потому что она бывает от нуля до сотни, но мы сделали сколько-то, 10 градаций, например. То есть, потому что пользователю, опять же, кейсово абсолютно по барабану там будет опасить 10 или 9. То есть, он просто вот этот ползунок двигает и смотрит, как прозрачность изменяется. И, скорее всего, на этот шаг 5-10 ему абсолютно все равно, и он поставит, например, 10 или 20, или там вообще 90. И поэтому мы для каждого значения прописаны конкретные классы, которые отвечают за тот или иной opacity. И мы оперируем исключительно классами. Все это bootstrap в том виде, в какой он есть. То есть, мы не оперируем стилями, мы оперируем исключительно классами. Все это по его канонам и на основании шаблона, который идет в поставке. То есть, там все эти стили содержатся, все дополнительные библиотеки, все это в системе уже есть. То есть, вам не придется даже тут в плане каких-то создания новых блоков, изучать что-то новое. Когда мы это все сделали, мы подумали, вроде все готово, можно уже выпускать. Но потом подумали, чего-то не хватает. Например, пусть будет у нас не один лендинг, а четыре. Например, главная страница, промо-материал, какой-то список товаров и какие-то там контактные данные. То есть, ничто нам не мешает создать однотипные несколько лендингов, у каждого создавать шапку, у каждого создавать подвал, потом еще добавить сайдбар с перечислением, меню связать все эти лендинги, а потом добавится еще один лендинг, потом надо будет пробежаться по всем трем предыдущим. Мы уже понимаем, что тут какой-то определенный формат неудобства присутствует. Поэтому мы решили присмотреться все-таки еще и к шаблонам. Старые добрые шаблоны, известные нам по пониманию, что такое сайт в принципе. То есть, если взглянуть на стандартный шаблон, мы понимаем, что у него есть шапка, подвал, сайдбар слева, сайдбар справа и контент. То есть, хотелось бы изобрести некий инструмент, в котором мы бы указали, что слева выводится такой-то лендинг, справа выводится такой-то лендинг. Ну, то есть, такие мини-лендинги. Шапка и подвал тоже в каком-то плане являются мини-лендингами из одного блока. И тогда мы в рамках одного сайта, который состоит у нас из четырех страниц, работали бы только с контентной областью, с одним из лендингов. А на этапе публикации все это бы соединялось воедино, и мы бы видели уже рабочий сайт. Пользователи видели бы рабочий сайт. Архитектурно это уже поддерживается, заложено, пока мы еще ломаем голову, добиваем интерфейсы, как это все будет красиво выглядеть и работать. То есть, чтобы это было, во-первых, удобно при редактировании, и продолжало работать связки с бэкэндом. Просто хотелось это упомянуть, каких-то больших скриншотов у меня пока нет. Но и на этом мы не остановились. Сделали, значит, мы шаблоны поддержку, но подумали, а что касаемо той страницы, где мы хотели выводить список товаров. Потому что список товаров в чистом виде динамика. То есть, как мы ушли от динамики, чтобы сделать простые вещи, сделали простые вещи, а теперь хотим список товаров. Потом захотим еще корзину вставить, хотим ставить оформление заказа. То есть, получаем, идем по второму кругу и переходим опять к сложностям. Слушай, а вот ты про список товаров заговорил, я здесь. Как раз-таки был вопрос сейчас из зала. А что, получается, можно и магазин сделать вот так вот? И стенку приподнять, да? Да. Да, мы шли по этому пути, собственно. Изначально даже цель была не лендинги, а именно сайты-магазин. То есть, вообще, продукт называется скорее сайты-магазины. То есть, кто хочет создать простые сайты, сайты, создает сайт. Кто хочет создать на нем магазин, уже создает магазин. Но тут мы обсуждаем технику. Что мы решили сделать? Собственно, в понимании лендинга отсутствует определение такое, как контент. То есть, там нет такой области, как контент. Он полностью состоит из блоков. И оперировать мы можем только блоками. Мы решили, окей, давайте в блок дадим возможность вставлять компоненты. То есть, но с определенными оговорками. То есть, когда мы туда вставляем компонент, блок получает возможность флаг исполнения. То есть, это уже не просто вывод в браузер, что есть, а именно и валится. Исполняется именно как PHP. Но мы не можем исполнять все. Исполнять, точнее, можем, но мы не можем давать, редактировать пользователю все то, что он захочет. То есть, полноценные настройки компонента мы не открываем. Потому что в этом понимании это уже бус в чистом виде. И мы не хотели к этому, в данном продукте, к этому идти. Поэтому что мы сделали? В той карте сайта мы указываем, что данный блок содержит определенные компоненты, которые называются таким-то образом. То есть, теоретически, там могут быть несколько компонентов даже. Но редактировать даем возможность ему только один. Указываем, что, мол, такие-то компоненты можно редактировать. У них можно редактировать только такие-то свойства. Мол, например, что это значит? То есть, мы берем, например, компонент «Список товаров». Ставим там ограничения из определенного каталога, по определенной сортировке называем этот блок топ-3 товаров. И даем пользователю менять именно это количество товаров. То есть, даем редактировать только одно свойство в этом компоненте. В режиме редактирования пользователю открывается настройка, в которой динамически получается текущее значение вот этого свойства, которое мы разрешили на редактирование. Пользователь его меняет. Происходит сохранение только этой настройки, только этого блока, только этого компонента. То есть, он не сможет изменить как-то соседние параметры, по-другому заставить работать этот компонент и прочее. То есть, он меняет только этот компонент. То есть, если для буса это еще не выглядит как-то чересчур необычным, то, хочу сказать, это прежде всего задумывалось для облака, для Bittrex24, чтобы вы могли вывести, например, товары, которые соединены у вас с вашей CRM. И, собственно, мы к этому все и ведем. То есть, вы вводите какой-то список товаров, и ваш Bittrex24 становится обладателем простенького магазина. Я, собственно, разговаривался, слайд забыл переключить. Соединяя все вместе, что мы получили? Мы получили несколько страниц в одном общем шаблоне. То есть, не просто выпустили продукт лендинги, выпустили потенциально многостраничные сайты. Что это такое, как они между собой взаимодействуют, я уже объяснил. В реализации уже системной страницы, то есть, основная идея уже заложена, мы сейчас продумываем, какие компоненты будут выходить в продукте, как они будут между собой взаимодействовать. То есть, в частности, что такое оформление заказа в таком лендинге, как это все будет работать. Потому что в момент публикации у нас отсутствует, например, профиль пользователя в чистом виде. То есть, там не будет какой-то авторизации и прочего. То есть, это будет некая облегченные варианты компонентов. Мы сейчас вот над этой идеологией дорабатываем ее. И все это, вся эта привычная схема, то есть, вот эта вот работа с сайтами, работа с компонентами в многообразии дизайнов. То есть, там в поставке будет предоставлено несколько цветовых схем, множество блоков. То есть, ладно, вывести блок с товарами, но в окружении него могут изменяться какие-то другие. Блочная какая-то информация, которую вы с легкостью можете менять, добавлять, удалять. Перейдем к разработке. Собственно, когда это выйдет в обновлении в коробке, каждый из вас, в принципе, сам придумает, как это дорабатывать, как на этом зарабатывать, потому что в коробке, как правило, все открыто для разработчика. То есть, поставил модуль, там можно изменить что угодно, через обработчики влезть куда угодно, добавить любые блоки, переопределить какие-то блоки. Тут, я думаю, вы разберетесь, а где вы не разберетесь, мы подскажем. Задача прежде всего стояла для облака. Точнее, она до сих пор еще стоит. Я пока сейчас не могу даже говорить, как мы это точно сделаем, как это пропустит безопасность, маркетинг и так далее. Но общая идея, общий посыл в том, что при создании шаблона сайта хочется выбирать не только из предустановленных сайтов, которые мы выпускаем в поставке, но и, например, партнерские какие-то шаблоны. То есть, что это значит? Партнер неким образом, я сейчас примерно покажу, как это будет происходить, регистрирует, выпускает свое приложение в облаке, потом определенный портал его ставит и появляется возможность здесь выбрать конкретный шаблон уже при создании своего лендинга. То есть, при создании сайта выбрать, например, типовое решение сайт, например, несколько страниц и при создании какой-то определенной страницы, то есть, например, вы можете выпускать как полноценные типовые решения, многостраничники, ну, в потенциальном будущем, так и какие-то одностраничные, например, несколько блоков собрать воедино и выпускать как лендинг, ну, с определенными, например, какими-то стилевыми изменениями. То есть, вам не нравится то, что какие блоки идут в поставке, вы собрали, изменили дизайн, все это отдали в облако и, например, добавили какую-то новую категорию. То есть, как мы вообще разделили по вот этим категориям имеющиеся блоки? Мы просто заходили в каждый сайт, ну, в тематику сайта и предполагали, что вообще там хотел бы пользователь увидеть. То есть, они же рассуждают категориями. То есть, да, мне там, например, там релекторское агентство, хочу там сайт агентства. То есть, там предполагается, что будет какая-то, возможно, карта, блок контактов, CRM-форма, там немножко о нас. То есть, это, например, отличается от блендинга, например, консалтинга. То есть, там уже будут какие-то прайсы на услуги, какая-то форма, заявка там на консультацию и прочее, прочее. То есть, они все как бы идейно похожи, блоки те же, но где-то отличается дизайн, где-то отличается контент. То есть, в этом плане они разные. И, естественно, партнерам мы хотим дать возможность аналогичную. То есть, например, что вы берете, собираете какой-то лендинг, даже из наших блоков, немножко изменяете там дизайн, контент, какие-то добавляете формы, виджеты и прочее, прочее. И собираете все это в типовой лендинг и добавляете на эту страницу. Причем как в каком-то платном варианте, так и в бесплатном варианте. Это уже вам решать, на чем монетизировать свое решение. Примерно как это будет выглядеть. Все будет базироваться, прежде всего, на тех же блоках. То есть, чтобы вам начать наполнять своими блоками, своими блоками репозиторий клиента, вам нужно добавить новый блок, собственно, в этот репозиторий через посредством REST. Что такое REST, как он работает, где это все регистрируется и прочее. Я не буду останавливаться, я просто скорее даже не конкретной командой, а идею сейчас покажу, чтобы ответить на возможные вопросы, зафиксировать какие-то возможные пожелания, ну и вообще услышать ваши мысли по поводу всего, что я сейчас дорассказываю. То есть, например, конкретной командой это все будет предоставлено в документации, смысл сейчас как-то это запоминать, объяснять. Нету, возможно, даже минимально что-то еще изменится, потому что сейчас это такой предтестовый вариант. С помощью данного куска кода, причем, заметьте, это идут именно какие-то информационный контент, то есть название, описание блока, его превьюшка, и какой-то уже, какой-то вот этот кусок верстки, который вставится в некий дополнительный репозиторий вот этих вот блоков. То есть можно было бы сказать, что это добавляется в общую папку с блоками, но это происходит не так, это хранится в отдельной табличке. То есть безопасность тут соблюдена, и они никак не перемешиваются, физически никакого сохранения не происходит. Дополнительно летит файл манифеста, где вы описываете, что, мол, ну, к примеру, мы выпустили какие-то блоки, да, и не учли, например, что там можно что-то редактировать, определенную информацию, или вы как-то иначе хотите ее редактировать. Вы просто можете смело его копировать, изменять его манифест, добавлять какие-то новые ноды на редактирование, удалять существующие, изменять какие-то классы, добавлять какие-то свои JS, CSS. Ну, в общем, например, полностью хотите изменить код, например, Google карты, как-то по-иному заставить ее работать. Пожалуйста, этот способ позволит вам это сделать. При исполнении команды, установке приложения, у пользователя появляется в его репозитории дополнительный блок, который вы только что добавили. То есть мой партнерский блок, картинка его, превьюшка какая-то, ну и, собственно, при добавлении его на страницу, вы увидите, он, точнее, пользователь увидит результат. И, соответственно, этот новый блок должен нести какую-то новую идею, цель использования для данного пользователя, чтобы не было каких-то уже существующих в репозитории таких же блоков. То есть имеет смысл выпускать что-то новое, создавать что-то новое. Тут просто скорее даже не цель научить конкретным командам, а скорее идея, в чем, как это все будет происходить, как это все будет добавляться. То есть, например, как вы хотите, как будет происходить публикация типового решения. То есть вы где-то на своей стороне создаете блочную верстку, вот эти вот HTML-файлики, добавляете их в репозиторий при установке приложения. Потом создаете сайт с предустановленными настройками уже на портале клиента. То есть, например, он устанавливает приложение, это приложение называется типовой сайт агентства недвижимости. Создается он предустановленные настройки. Что это значит? Например, прописаны соответствующие настройки Google-карты, соответствующие виджеты как-то по-иному, расположены веб-формы, какие-то блоки, ну, свой набор блоков. Потом создаете страницу у этого сайта, либо там несколько страниц, если они между собой связаны, ну, и начинаете их наполнять. То есть в момент установки приложения вся вот эта схема отработает. Ну, идейно предполагается, что будет происходить такая схема. То есть добавление сайта, добавление лендинга в этот сайт и добавление конкретных каких-то блоков. Это все еще дополнительно будет освещаться в документации, дополнительно будет в блоге. Я просто скорее пока делюсь идеями. Не мог не сказать спасибо коллегам, без которых этого релиза бы не было. Это Вова Белов, на котором весь интерфейс, весь фронт-энд, все то, что вы увидите, то, чем будет пользоваться. И Дима, который помог добить все то, что мы сейчас вам показываем до презентации. То есть основная цель была именно успеть презентацию не просто там, ладно, чуть-чуть позже выпустим, а вот именно сделать почти готовый продукт, чтобы сейчас оставался только этап тестирования безопасности, мы его уже даем полностью вам. У меня в целом все. Я немножко вроде быстрее. Слушай-ка, вот здесь вот прямо несколько вопросов. Что теперь? Бус умрет? Как же теперь партнерам-то на чем зарабатывать, скажи, пожалуйста? То есть можно обходиться лендингами, да? Еще ты сказал, что вроде бы как магазин можно сделать. Я вот на первом как раз слайде там сказал, цель была исключить разработчиков. Но это шутка на самом деле. Я показал, что мы сделали, как мы это сделали. Вопросы, пожалуйста, из-за того, кого еще есть? Идея именно заработка в облаке. В коробке, я думаю, как зарабатывать, каждый придумает сам. Привет, Антон. Алло, Алло. Привет, Антон. Скажи, пожалуйста, Сергей упомянул, не знаю, была ли ошибка, что внутри буса будет тот же самый механизм. Да, совершенно верно. То есть внутри битрикса можно создавать бутлендер? Да, да. Отлично. Второй вопрос, когда это можно увидеть, потестировать, потому что это прям вот нужно и хотелось бы… Ну, я не могу говорить за всю компанию, но вообще лично я, как ведущий разработчик этого направления, очень хочу отдать в тестирование, буквально как мы вернемся в Калининград. Просто Сергей говорил, что можно как-то попасть в группу тестирования. Я думаю, на следующей неделе сейчас уже… Если группа тестирования будет, то я обязательно вас приглашу. Я думаю, на следующей неделе… Вы на портале П есть? Да. Вот напишите мне, я обязательно вас приглашу. Хорошо. Я думаю, на следующей неделе начнем раздавать. А насчет коробки, только когда тестируем в облаке, тут скорее еще может весь октябрь уйти. Понятно. По моим оптимистичным предложениям. Вопрос, будет ли возможность вставлять в лендинг-лендинг. Вот ты показывал шаблон, говорил, что, например, там футер или сайдбар мы делаем как лендинг там, да. А вот смотри, такая ситуация, например, есть номер телефона, который используется много где и прочее, в том числе и внутри того же футера и хедера. То есть вложность вот это будет? То есть некие какие-то… Ну, включаемые области, то, что было там раньше. Грубо говоря, свойства, да? Ну, может быть, то, что раньше делалось там включаемой областью, чтобы упростить, убыстрить вот этот вопрос верстки и замены контент, который множество раз дублируется на всех страницах там в разных местах. Вообще, идейка хорошая, над этим стоит подумать. Мы как-то это… Тогда в копилочку. Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы. Антон. Слышно, да. Слышно, работает. Антон, спасибо за доклад. Вопрос такой. Вы упомянули, что будут компоненты, что можно их строить. Вопрос. Можно ли строить свои компоненты и как будет определяться, какие именно свойства из этого компонента будут редактироваться? В облаке мы точно не разрешим… То есть, что такое вставка компонента? По сути, блок становится исполняемым PHP-кодом. Соответственно, помимо компонента вы можете вставить какой-то еще вредоносный код. То есть, мы не можем этого позволить, поэтому в облаке это запрещено. А вообще в своих блоках в коробке вы, естественно, можете вставлять совершенно любые компоненты. Как регулируются, какие свойства там будут настраиваться, это будет прописываться все в карте вот этого блока. К сожалению, на слайде не было. Но там из разряда что-то props, массив разрешенных свойств. Если там props пустое, то никакие свойства вообще в принципе редактировать нельзя. В дополнение к этому вопросу, будет ли возможность свои какие-то кнопки для редактирования вынесенных элементов? То есть, чтобы можно было так же, как и вот ссылки, кнопочки отправить на редактирование там той же всплывашки, которая у вас есть на ссылке. Типа, мол, свой контрол управления каким-то содержимым? Да, как это сейчас реализовано вот в Bricks Panel. То есть, ссылка на добавление, на редактирование. Да, опять же, в облаке это нельзя сделать будет, потому что мы не сможем вам расширять вашим интерфейсом. Потому что не знаем, что вы можете туда внедрить. В облаке это уже заложено в продукте. То есть, вы указываете просто свой какой-то тип, дополнительно его регистрируете на бэкэнде каким-то образом. Ну, это будет в смысле показано в документации. Также регистрируете его на клиенте. То есть, они просто идут в пару. То есть, клиент редактирует, сервер понимает, как с этим работать. Вы можете делать что угодно. Например, вставка управления видео. И еще дополнение к этому вопросу. А если свои типы пользовательских полей были использованы при разработке кастомные какие-то, они тоже будут работать? Или пока не полонируется? К сожалению, тут от чего-то прошлого не осталось и следа. То есть, тут нет компонентов, свойств в привычном понимании. Тут все новое. То есть, тут надо с чистого листа рассуждать. Спасибо. Антон? Еще вопрос. Антон, привет. Меня зовут Андрей. Привет. Вот вопрос следующего характера. У нас сейчас коробка. Ну, речь пойдет о коробке. Коробка сделана так, что сайт экстранета это корпоративный сайт, который в интернет будет смотреть. Ну, есть такая идея использовать. Это не доделанно, но есть такая идея. Соответственно, я, честно говоря, надеюсь, что вот эта технология, она нам поможет сделать сайт, не используя сайт экстранета. Все правильно я понимаю? Да, все правильно. То есть, это не сайт в привычном понимании битрикса. То есть, потенциально вы не… Я не знаю, ограничен ли маркетинг количество сайтов в облаке, но в коробке это потенциально бесконечно. То есть, они не привязываются никак к сущностям сайтов в принципе. То есть, непонятно. Еще один вопрос, наверное, не нарушается ли лицензия, если сайт экстранет смотрит… То есть, соответственно, это портал, да, но один из сайтов он открыт для посещения. Ну, я как понимаю, это общий вопрос, это лучше к коллегам подойти. Я некомпетентен именно в плане лицензирования. Все, спасибо огромное. Я думаю, нарушать, скорее всего, ничего не будем. Сделаем, чтобы все было красиво и правильно. Да, Антон, привет. Вопрос, два вопроса от маркетологов. Вопрос первый. У Рыжикова на слайдах видно было, что вы делаете поля для указания кодов счетчиков, метрики, аналитики. Вот первое, следующее, что маркетологи хотят, это ставить цели на разные клики на кнопочки, на длительность визита и так далее. Вот самый удобный способ для этого – это тег-менеджер. И тег-менеджер желательно, чтобы был так же, как и счетчик на всех страницах сайта, чтобы его не приходилось как отдельный блок таскать на каждую страницу. Вот если вы это сделаете, будет клево. Я, к сожалению, не знаю, просто не видел. Презентации показывали там форму настроек сайта, но там, да, то есть вы что можете сделать? Вы можете объединить в рамках одного сайта ряд лендингов. То есть что такое сайт? Это, в принципе, не сайт в чистом виде, там могут быть какие-то другие лендинги, например, у промо-сайта. То есть создаете сайт промо, и там один лендинг, например, на одну презентацию, другой лендинг, на следующую презентацию. И вы можете все эти лендинги объединить настройками сайта, каким-то общим счетчиком. Нет, нет, смотри, вопрос в другом. Хочется иметь возможность в настройках сайта лендинга указать код Google Tag Manager, и чтобы он на всех страницах лендинга появился. Да, 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 я про это же говорю, муж не так выразился, эта возможность уже есть. Отлично. И тогда следующий вопрос. Возможно ли загрузка своих файлов? Ну, например, код подтверждения Яндекс.Ребмастера, robots.txt или еще что-нибудь. Подтверждение, ну, в частности, по такие цели мы дали возможность указывать в блоке HEAD свои метатеги, то есть вы можете использовать подтверждение через данный механизм. Какую-то загрузку, к сожалению, технически. Ну, по безопасности нельзя сделать. Антон, приветствую. Дмитрий Зипчук, компания Aspro. Подскажи, пожалуйста, что там с бизнес-моделью, то есть продажа этих готовых шаблонов нас, естественно, интересует. И я так понял, сейчас она в первую очередь на зарубежные рынки рассчитана, а там, по-моему, с маркетплейсом даже B24 не все так просто. Речь про облако и как это все продавать? Да, конечно. Когда, собственно, сформировалась идея, как это все будет работать в REST, тогда же сразу появился вопрос, как это, собственно, продавать. Потому что, как бы, демку надо установить, а потом в какой момент забирать деньги, как это забирать, нужно каким-то образом отслеживать. И именно вот бизнес-модель мы еще продумываем, с остриком будем как-то обсуждать, как это все лучше сделать. Но будет что-то по формату, именно каких-то демо-периодов, блоков, демо-периодов, лендингов. То есть это подписка будет, да? Я правильно понимаю? Да, в облаке это точно подписка будет. Ну, отлично. Тогда я напишу на… Ну, нюансы еще обсуждаем. Я не готов сейчас 100% сказать, что так будет, не иначе, потому что именно бизнес-модель еще не обсуждалась. Но она будет и на российский рынок, и на зарубежный рынок. Ну да, как весь marketplace. Я надеюсь, что лучше. Антон, привет. Меня Максим зовут. Спасибо за функционал. Очень круто сейчас. Рынок разделился на две части сайта, которые сделаны на этом инструменте. Дорогие заказные. Вопрос такой. Можно выводить каталог, как я понял, или там некоторые его части. Это следующий этап. Это точно, я забыл сказать, это точно не в этом релизе. Это, ну, может, не знаю, не от меня просто зависит. Я бы очень хотел сразу все выпустить. Понимаю. Вопрос, связанный с каталогом, это товары. Товары сейчас в B24 облачном очень сильно урезаны по сравнению с коробкой или с бусом. Есть ли в планах увеличение функционала товаров? Это мультиколоночный прайс и прочее, прочее. Ну, там понятно. Это про CRM? Про товары в CRM? Это про товары в B24, которые, вероятно, из этого каталога, из каталога товаров CRM B24 будут выводиться товары на эти сайты. Верно ли это? Или можно будет выводить со своего сайта на бусе, например? Да, в частности, вот эти технические нюансы пока тормозят, ну, затормозили выдачу всего этого обновления. Мы еще над этим думаем пока, к сожалению. Именно над этим нюансом как это все будет происходить. Спасибо. Пока не готов сказать. Еще вопрос. У нас еще есть время. Можно пообсуждать. Нет вопросов. Ну, окей. Что? Вот еще вопрос есть. Первый сайт точно вряд ли. На остальные редакции не скажу. Вот, не готов ответить. По-моему, даже еще не обсуждалось лицензирование. Все? Нет вопросов? Окей. Раз у Антона доклад закончился, тогда мы прерываемся на обед. Продолжение следует...